В Славянском районе прошел День призывника. Торжественное мероприятие по чествованию ребят, отправляющихся на службу Вооруженные силы России. По традиции призывников провожали с территории автошколы ДСААФ. С подробностями наши корреспонденты. День призывника в Славянском районе мероприятие ежегодное. Оно проводится в целях патриотического воспитания юных славянцев. Дать напутственное слово ребятам прибыли почетные гости. Ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель, глава Славянского района Роман Синеговский, председатель районного совета Григорий Литовко и ветераны военной службы. Поздравляя молодых защитников Отечества с важным событием в их жизни, глава района Роман Синеговский призвал их быть достойными старших поколений. Совсем скоро вы станете солдатами Российской Федерации. Я уверен, что у вас всё получится, что вы обучите военное дело, мастерство спортивной подготовки и всё то, что вам нужно для того, чтобы защищать нашу страну, свою семью, своих близких. Но это ещё не отправка в армию. Это всего лишь подготовительная часть к службе. Повестки они уже получили, но ребятам ещё предстоит закончить водительское обучение. А уже после этого парней ждёт армейский распорядок, строевая подготовка, наряды и построение. Многие новобранцы заявили, что к службе в вооружённых силах они готовы. Да, готов. Уже через полгода пойду в армию. В принципе, готов к этому, наверное, лет с 14, как получил паспорт. У меня и отец служил, и брат служил. В любом случае пойду. Да, готов уже. Готовимся в техникум постоянно. То есть, военные патриотические соревнования, маршрум и так далее. Хочется, конечно, в элиту, куда-нибудь поближе, правда, от дома. Ну, всё-таки, куда уже отправят, это уже не от меня зависит. Ну, как не от меня, от моего здоровья, конечно. Но всё-таки хочется служить нормально. В свой дух, то есть, укрепляешь здоровье, нервы и так далее. Ну, что даёт. Даже для самого себя ты сам служил, ты счастлив, ты горд этим. В завершении праздника будущие защитники Отечества получили из рук ветерана и главы района памятные подарки. А от отца Василия – благословение и иконку Георгия Победоносца. К поздравительным словам, которые в этот день прозвучали в адрес призывников, присоединились и творческие коллективы города. Субтитры подогнал «Симон» Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».